МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По Бакане на автозаправочной станции водитель грузовика допустил наезд на водителя легкового автомобиля. Инцидент произошел 23 февраля. Водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом двигался по территории заправочного комплекса. Момент наезда на водителя «Лада Веста» запечатлела камера наружного наблюдения. Владелец легкового авто, спасая свою машину от столкновения с полуприцепом большегруза, сам едва не получил серьезные травмы. У мужчины врачи диагностировали ушиб тазобедренного сустава. Оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится административное расследование. Перевозить ребенка в салоне транспортного средства до 12 лет можно только в специальном детском удерживающем устройстве. В противном случае нарушителю придется заплатить штраф в 3000 рублей. Чтобы проверить соблюдение закона, в Абакане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Инспекторы ГИБДД контролировали правильность перевозки детей в автомобиле. За 4 дня было выявлено 32 водителя, которые пренебрегли безопасностью собственных детей. Напомним, что на переднем пассажирском сидении ребенка можно перевозить только в специальном детском удерживающем устройстве. На заднем пассажирском сидении, начиная с 7 лет, детей можно пристегнуть штатным ремнем безопасности. Но есть одно «но». Ребенок должен быть выше 150 сантиметров, чтобы ремень проходил по грудной клетке, а не по шее. Если легковому автомобилю от 4 до 10 лет с момента изготовления, то его владельцу проходить техосмотр необходимо один раз в два года. Автомобили старше 10 лет пригонять на пункт технического осмотра раз в год. Есть категория авто, кому в обязательном порядке нужно проходить техосмотр ежегодно. Это грузовые автомобили более 3,5 тонн, учебные авто и транспортные средства спецслужб. В отдельную категорию вынесены автобусы, такси и транспортные средства для перевозки опасных грузов. Раз в год пройти техосмотр придется, если транспорту менее 5 лет. А вот более возрастному на пункт осмотра придется приезжать каждые полгода. Теперь о приятном. Техосмотр вовсе не потребуется на прицепы массой до 3,5 тонн и на легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и используемые только в личных целях. Никак не отвертеться от техосмотра тем, кто вносит изменения в конструкцию транспортного средства и тем, кто ставит авто на учет в ГИБДД. Штраф за отсутствие техосмотра составляет 2 тысячи рублей. За нарушениями будут следить инспекторы ГИБДД. Автополицейские могут проверить техническое состояние транспорта в случае визуального обнаружения технических неисправностей. Например, подтекание каких-либо жидкостей или неработающие световые приборы. Уважаемые автолюбители, проходите техосмотр вовремя и вы избавите себя от массы проблем. Не секрет, что на выходных во всей республике проходят массовые проверки. И Черногорск не исключение. На проверку вышли не только автополицейские. К ним присоединились участковые, уполномоченные, ППСники, дежурная часть, Росгвардия и даже пожарные. Последние проверяли наличие в автомобилях огнетушителей и вручали водителям памятки по соблюдению мер противопожарной безопасности и использованию первичных средств пожаротушения. Среди проверенных рулевых семь человек допустили нарушение правил дорожного движения. Среди грубых управление автомобилем без водительского удостоверения. Таких водителей было задержано двое. Водительского удостоверения они никогда не имели. Тем гражданам, у которых нет водительского удостоверения в принципе или истек срок его действия, грозит административный штраф в сумме от 5 до 15 тысяч рублей. Еще один из водителей привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Ему вынесен штраф в сумме 3 тысячи рублей за отсутствие детского удерживающего устройства. С начала года в городе задержано 43 нетрезвых водителя. При этом некоторые из них благодаря своевременно поступившей в полицию информации от граждан. Водителей без правников привлечено к административной ответственности 52 человека. Может, погоняем? Не могу, ребят. У меня тут ограничительство. Как может быть ограничительство на такой тачке? Безумство то, не стоит слез, что проливаешь ты в итоге. Очнись, водитель. Стань мудрее. Папа, мы куда? Стань человеком. Домой. На дороге. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ГИБДД Абакана совместно с представителями общественного движения и 192-й военной автомобильной инспекцией вышли на дорогу, чтобы подарить улыбки сильной половине человечества. Вы не имеете права управлять транспортным средством в болезненном либо удовленном состоянии. Чтобы исключить этот факт, мы хотим вас угостить травяным чаем с конфетами. Алтайский чай. Участники акции угощали водителей горячим травяным чаем с конфетами и вручали лимоны для повышения иммунитета. Беседуя с мужчинами, девушки напоминали им о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. У нас есть еще вопрос с общественной организацией. Они хотят узнать, что за состав здесь трав. Они все болезные. Пробуйте. Не бойтесь, пробуйте. Конфетки. Что там за трава? Традиционно сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества. Конечно, прежде всего мы хотим поздравить водителя с наступающим праздником. Ну и, конечно же, напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Как правило, эти акции проводятся совместно с представителями общественных организаций. В подарок водители получают необходимые вещи, сладости. Но сегодня мы решили в свете последних событий, чтобы водители наши были здоровы. Мы их угощали травяным чаем и лимоном. Дергайте. Сильнее. Заодно согреетесь. Мы вас поздравляем. Держите, это ароматизатор, а это антистерпинг. Для всего вам хорошего, безопасных дорог не нарушайте. Спасибо. А госавтоинспекция Абакана, в свою очередь, сердечно благодарит своих партнеров, принявших активное участие в поздравительной акции. А в другой части города представители уже республиканской госавтоинспекции чествовали защитников Отечества. Мы хотим поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам безопасных дорог и безаварийных ситуаций. Спасибо. Жезл в руках инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения немного смущал рулевых. Но узнав о причине остановки, мужчины расплывались в улыбке. Приятные сюрпризы достались тем, кто ранее не принимал участие в подобных акциях. Теплые слова, поздравительные открытки и подарки лишали некоторых водителей дара речи. Для них было полной неожиданностью оказаться в поле внимания сотрудниц полиции и общественников в предпраздничный день. Коллеги за рулем. Сейчас вам точно скажу. 20 лет старше. Случались аварийные ситуации? Ну, были аварийные ситуации, но виновников не было. Это замечательно. А скажите, а случалось ли так, чтобы госавтоинспекция вас поздравляла с 23-го? Вот за 20 лет моей практики это первый раз. Большое спасибо. Вы видите, это замечательный день сегодня в двойне, поэтому держите, пожалуйста, на поздравление. Спасибо, очень приятно. И вам вот этот маленький подарочек от нас. Ой, спасибо большое. Вас тоже, мужчины, женщины, с праздником. Ваш труд женский – это тоже защищать отечество, госавтоинспекция. Спасибо вам большое. Я тоже вас поздравляю. Чистого сердца. К слову, поздравляют девушки автополицейские водители каждый год. Однако всегда находятся те, для кого такая встреча с инспекторами первый раз в жизни. А значит, запомнится надолго. Не остались в стороне и автоледи, которые также поздравили мужчин с праздником. Я даже не знаю, что сказать. Но я поздравляю всех. Я желаю всем здоровья, чтобы все были здоровы, меньше аварий на дорогах. И чтобы все у всех было очень хорошо. Поздравляю всех мужчин с праздником 23 февраля, Днем Защитника Отечества. Спасибо, что защищаете наше Отечество. Безопасных дорог вам, дорогие мужчины. Желаем всем мирного неба и больших возможностей.